Жители Беларуси в эти мартовские дни молятся об упокоении души почувшего недавно протеерея Кирилла Шелкова. Отец Кирилл скоропостижно приставился на 51-м году жизни. Последние десятилетия отца Кирилла знали не только как настоятеля Минского прихода, строящегося храма и иконы Божьей Матери Всецарица, знали и в каждой больнице, в хосписах, детских домах и домах-интернатах для инвалидов, как председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви, знали как батюшку, который не пройдет мимо чужого горя. Весть о внезапном завершении земного пути портереи Кирилла Шелкова застала врасплох духовенство Минска, паства родного прихода, сподвижников из добровольческого движения, созданного отцом Кириллом, всех, кого опекал батюшка вместе со своими сподвижниками в учреждениях здравоохранения и социальной сферы. Она отозвалась глубокой печалью в сердцах всех, кто когда-либо имел возможность с ним общаться. Все помнят отца Кирилла как человека, который по завету преснопамятного митрополита Филарета спешил творить добро, всегда разделял радость и скорбь собеседника. Отец Кирилл словно пропускал через себя всю боль людей, находившихся на грани отчаяния в онкодиспансерах, хосписах, больницах, давал им опору, опору во Христе. Действительно, он любого, кто к нему хоть один раз обращался, покорял своей сердечностью, своей теплотой, потому что он сразу как будто именно для тебя только открыт, и именно тебя сейчас слушает, принимает. Когда даже я попала в больницу, попросила его приехать по собору, перечистить, он нашел такие слова людям, там где-то шесть человек у нас находилось, что вся палата смогла так расположиться, что все поисповедовались, перечастились. Для меня было вообще удивительно, потому что люди были настолько далеки, не просто от церкви, а даже от веры, что меня поразило на тот момент, что он смог достучаться до сердца. И своим прихожанам, с которыми отец Кирилл Месси строил в Минске храм иконы Божьей Матери и всецарица, и волонтерам добровольческого движения, участникам которого активно помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, батюшка не только словом, всей своей жизнью показывал пример любви к ближнему. Он сам, он носил кирпичи, он убирал, он подметал, он переживал за каждый инструмент, так он еще старался, чтобы все между собой любили друг друга, уважали и друг другу помогали, понимаете. Я присутствовала иногда на службах при онкологическом диспансере, я видела, как он поддерживал вот этих вот людей, он их действительно мог и обнять, и пожалеть, и выслушать, поэтому слава Богу за все. Также часовня в онкогематологии в детской. Батюшка всем сердцем болел за них, за детей и отдавал полностью себя. В городищах часовня тоже, добровольческое движение, в Синодальном совете, по всему миру. И собирали по всей Беларуси подарки детям тоже. А он никогда не жаловался, батюшка. Я сама хоть и медработник, мы могли только пожаловаться. А он всегда, как бы ему хорошо или плохо не было, и цемент таскал. Никогда не сидел, ему некогда было. По благословению митрополита Минского из Аславского Вениамина, патриарша-альзарха всей Беларуси, в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершил опевание новоприставленного протерея Кирилла Шелкова епископ Лицкий из Моргонской Порфирий. Молитвенно проститься с отцом Кириллом в собор пришли родственники, священнослужители, миряне, знавшие усопшего, сотрудники Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, который возглавлял отец Кирилла, а также представители министерств и ведомств Республики Беларусь. Эта утрата очень-очень велика для нас, потому что отец Кирилл стал, если так можно выразиться светским языком, лицом социального служения Беларусской Православной Церкви. Внесенный отцом Кириллом Шелковым вклад в организацию социального служения Беларусской Православной Церкви настолько велик по своим разносторонности и объему, что его невозможно переоценить. Убежден, что жизнь почившего пастыря способна быть добрым примером для поколения молодых священнослужителей, кое Господь посылает на пажите свои. Отмечено в соболезновании патриаршу Экзарха всей Беларуси, которое зачитал владыка Порфирий. После отпевания в Минском Святодуховом Кафедральном Соборе прощание с отцом Кириллом Шелковым продолжилось в Лядинской Благовещенской обители под Минском. Погребен отец Кирилла рядом с монастырской часовней святителя Василия Великого.